по системе ЭПИЛ и технологии Аккумулит Эстрейт. Давайте поговорим о том, что нас радует или о том, что нас иногда может волновать. Это наше здоровье. Почему нас волнует наше здоровье? Потому что то, что нам хотелось бы сделать, оно всегда зависит от того, есть у нас для этого возможность по здоровью, в первую очередь, или, возможно, нет. Если нам хочется проснуться утром, улыбнуться и начать делать хорошие дела, нам нужно здоровье. Если нам хочется поехать в круиз, который нам чрезвычайно важно посетить, нам нужно, чтобы у нас была справка, которая нам позволяет выехать. Снова же не было проблем со здоровьем. Если у нас есть желание начать новое дело, правильно его реализовать и получить в итоге тот результат, который мы хотели бы, нам снова же надо иметь как минимум наше здоровье для того, чтобы не отвлекаться на его проблемы. Как нам говорит Семьерная Организация Здравоохранения. Посмотрите, пожалуйста, что здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов. Это еще состояние полного физического, душевного и социального благополучия. То есть для того, чтобы реализовать все наши желания, нам надо очень хорошо постараться. Потому что это проблема. Наше здоровье начинает использоваться с первого дня, когда мы родились. Запас здоровья большой, но он не безграничный. И надо заниматься тем, чтобы в возрасте 40, 80 и более лет он с нами был в достаточном количестве, и он нас только радовал. А для этого надо не только задумываться над тем, как этого добиться, но и принимать какие-то определенные меры. Меры есть различные. Во все века были люди, которые пытались найти именно те вещества, которые помогут сохранить здоровье. А если сохраняется здоровье, то, соответственно, мы будем жить долго, то есть активное долголетие. Но при этом отдельная часть людей хотели быть еще и просто красивыми. Поэтому три элемента, которые нас волнуют сегодня – это здоровье, это активное долголетие и красота. И порадуемся тому, что все эти элементы, они четко взаимосвязаны. И именно их мы и будем сегодня рассматривать совместно. Мы начинаем со здоровья, потому что здоровье – это состояние организма, когда все наши системы работают слипно, совместно и в том режиме, в котором они должны работать. У нас много разных систем, их 12, основных систем. Работают они все вместе. Каждая из систем зависит от другой системы. Допустим, кровеносная система переносит кровь для всего организма. А, соответственно, кислород, питательные вещества, эндокринная система выделяет гормоны и так далее. То есть они отдельные, но не четко связаны друг с другом. Но с чего начинается каждая система органов? Допустим, пищеварительная система, ротовая полость, потом пошел пищевод, желудок, кишечник и так далее. Это система органов. А каждый орган начинается с клетки. Поэтому тема, которую мы сегодня и рассматриваем с вами, это именно клетка. Питание клетки. Состояние клетки как основа нашего здоровья, нашей красоты, нашего пенодолголетия. Я хочу напомнить о том, что клетка – это базовый элемент или структурный элемент каждого живого организма. Причем у нас есть организм, который состоит только из одной клетки. Ну, допустим, есть бактерии или те же самые микроорганизмы, которые одна клетка – это все. Что касается нас, мы люди, у нас количество клеток, которое входит в наш организм, оно превышает 30 триллионов. И вот если сравнить с цифрами, то количество живущих людей у нас 7 миллиардов человек. То есть если каждого живущего в мире человека умножить на 4200, это получится количество клеток нашего организма. Представляете, каждая наша клетка живет обособленно, очень важна для нас. И поэтому, если мы не будем заниматься состоянием каждой отдельной клетки, вот как каждого человека на земном шаре, то о нашем здоровье, конечно же, даже не приходится разговаривать. О чем говорит там клеточная теория? О том, что клетка – это основная единица строения и развития всех живых организмов, в том числе и человека. Все клетки всех организмов, они в принципе похожи по строению химическому составу и по основным правилам, как они живут. Каждая новая клетка образуется в результате деления исходной клетки, то есть материнской клетки. И в многоклеточных организмах клетки специализированы. В зависимости от того, в каком они находятся, какую функцию они должны выполнять. Поэтому мы говорим о том, что есть прокариоты, без ядра, эукариоты, с ядром мы попадаем в более сложную подкласс, это эукариоты. И здесь на что мы с вами обращаем внимание? На то, что в целом жизнедеятельность каждой нашей клетки будет идти по общим правилам. По общим для нас, для других животных и для некоторых растений. То есть у нас есть мембрана и у нас есть внутреннее состояние клетки, которое будет четко ограничено. И определенное строение клетки. Каждый из элементов клетки важен, потому что суммарно они позволяют клетке выполнять свои функции. На что еще обращаем внимание? На то, что в целом, в принципе, цветоплазма, ядро, они взаимосвязаны. Все процессы обмена, в принципе, в каждой клетке они очень похожи. Это обмен веществ и энергии. Плюс у нас есть универсальное мембранное строение, у нас есть, в принципе, единое химическое строение и сходство процессов деления. Сверхсложного нет ничего. Это строение нашей клетки. Наши клетки человеческого организма, оно сложное. Мы с вами просто коротко вспомним о том, почему каждая клетка для нас настолько важна. Потому что, помните, каждый человек, который живет на земном шаре, он важен для этой планеты в целом. Каждая клетка нашего организма важна для какого-то из наших органов, соответственно, системы, соответственно, своего организма. И каждый элемент внутри клетки важен непосредственно для нее. Потому что иначе не будет получения общей функции клетки, органа, организма. И здоровье, соответственно, будет отсутствовать. Мы начинаем просто коротко вспоминать того, что наша клетка, она ограничена плазматической мембраной. Очень сложное строение, в котором есть и белки, и фосфолипиды. И очень сложные олигосахарические цепи. И главная функция мембраны какая? Это защита. Защита внутреннего содержания клетки от того, чтобы в нее не проникли вещества, которые будут нарушать ее жизнедеятельность. То есть это, условно говоря, стоит вот такой вал защитный. И с другой стороны, ее защита, ее функция плазматической мембраны вовремя выпустится из клетки те вещества, которые надо вывести из нее. То есть продукты жизнедеятельности. Двигаемся дальше. У нас есть ядро. В каждой нашей клетке есть ядро. Мы говорим о классическом строении. Я прошу прощения, кто-то наносит вот эти штрихи. Давайте будем аккуратнее, потому что они просто мешают восприятию информации. Итак, ядро. Почему важно ядро? Потому что именно ядро занимается регуляцией процесса обмена веществ. Весь обмена веществ зависит от его состояния. Там же происходит хранение наследственной информации. Там же происходит синтез РНК и сборка рибосомы. Это центр. Это, условно говоря, наш головной мозг. Идем дальше. У нас есть эндоплазматическая сеть, которая отвечает за то, чтобы синтезировать необходимые для нас вещества. И в том числе она отвечает за транспорт веществ. У нас появляется комплекс Гольджи, который отвечает за то, чтобы накапливать необходимые нам органические вещества. Затем провести их определенную сборку, упаковку. Вывести те вещества, которые уже отработали, которые являются продуктами жизнедеятельности. И образовать лизосомы. Появляется митохондрия. Важный структурный элемент, который отвечает именно за синтез АТФ. Молекула энергии, молекула АТФ образуется именно здесь, в результате определенных процессов окисления и восстановления. То есть это кислородная цепь. Здесь же происходит образование собственных рибосом и синтез собственных органических веществ. Появляются пластиды. Они различны. Лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. И снова же они принимают участие в синтезе необходимой для клетки энергии. В том числе углеводов и собственных белков. Появляются лизосомы. Это небольшие пузырьки, как мы с вами помним. И они нужны для того, чтобы подхватить отмершие органоиды клетки и просто их вывести. Или, допустим, для того, чтобы помочь расщеплению сложных органических веществ. И у нас есть еще рибосомы, определенные вещества, которые отвечают именно за синтез белка. Клеточный центр принимает участие именно в делении клеток. И органелы движения, часть клеток у нас для того, чтобы выполнить необходимое движение, имеют вот такие определенные микрофибрилы. Какие у нас есть типы клеток? Они абсолютно разные. Мышечная ткань, нервная ткань, клетка костной системы и так далее. Всего у нас их более 200. Все время появляются новые типы клеток. Но в целом, несмотря на то, что они настолько по-разному выглядят, как мы с вами уже сказали, принципы строения питания и всего остального у наших клеток в принципе одинаковые. На что надо обратить внимание? Какова продолжительность жизни наших клеток? Она различна. Потому что, с одной стороны, у нас есть клетки, которые постоянно обновляются. То есть они пожили определенный промежуток времени, они нас покидают, потому что на смену к ним приходит следующая клетка. Как мы уже с вами сказали, это продукт деления материнской клетки. И вот здесь надо обратить внимание на то, что продолжительность жизни обычных клеток, она разная. Допустим, если мы говорим про клетки кишечника, то в среднем 5 дней. Если мы говорим про клетки крови тромбоциты, то это 10 дней. Эритроциты около 20 дней. Клетки кожи от 10 до 30 дней. А некоторые клетки имеют более длительный срок своей жизни и деятельности. Но в целом считается, что за 11 месяцев все клетки организма полностью обновились. Хотя более короткий промежуток, который называется, это 3 месяца. Большинство клеток за это время успевают смениться на новые. С другой стороны, мы должны помнить, что у нас есть некоторые клетки, которые живут намного дольше. Иногда их называют клетки бессмертные. К ним относятся нервные клетки, половые клетки и стволовые клетки. Особенность этих клеток в том, что у них процессы жизнедеятельности идут несколько иначе. Они используют свою энергию более аккуратно. И, соответственно, срок жизнедеятельности он намного дольше. Например, мы все слышали о том, что клетки нервной системы не восстанавливаются. Сейчас доказано, что при некоторых условиях восстановление возможно. Но для этого нужно приложить много усилий. Особенное значение здесь имеет наличие теломераз. Теломер и теломераз – это те элементы, которые отвечают за то, чтобы жизнедеятельность клетки была определенной, то есть длительной. И вот именно, допустим, в половых клетках они очень важны для организма. Для того, чтобы в любой момент, ну считается, что в любом возрасте человек должен иметь здоровое потомство. И поэтому именно на определенные типы клеток организм тратит намного больше сил. С помощью определенного элемента теломера. Несмотря на то, что есть клетки, которые живут разный срок, в целом строение клеток у нас приблизительно одинаково. Мы помним, что это сложное строение. С одной стороны, есть органические вещества, неорганические вещества. Но главная формула элементов, которые находятся в клетке, она следующая. Это 28 аминокислот, из них 8 незаменимых. Это 15 минералов, это 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные жирные кислоты. Считается, что это определенный цифровой код, который в течение дня в обязательном порядке должен быть введен в каждую клеточку организма. В целом, около 90 элементов химических надо ввести в организм, надо ввести в каждую клеточку. И только в этом случае мы можем предполагать, что все структурные элементы клеточки, которые мы с вами кого-то вспомнили, они будут работать именно в том порядке, в котором и предполагается. За что отвечают клетки в целом? Какую функцию они несут? Посмотрите, какая множественная задача на них лежит. Это хранение и передача наследственной информации, независимо от того, это клетка крови, это клетка мышцы. Это синтез необходимых органических веществ для жизнедеятельности самой клетки и выполнения функций. Хранение органических веществ. Передача их в разные части организма. Участие в окислении веществ. Синтез белков. Запас питательных веществ в организме, которые поддерживаются каждой клеточкой. Допустим, клеточки печени, как мы с вами знали, принимают участие в обмене, допустим, глюкозы. Запасается гликоген, который в нужный момент превращается в глюкозу и поддерживает необходимый уровень глюкозы в двух крови. Это выведение вредных веществ. Как вредных веществ, так и своевременное выведение своих продуктов жизнедеятельности. Это расщепление биополимеров, участие в делении и поддержание организма в неблагоприятный период жизнедеятельности. Это запасающие функции и помогает в осуществлении биологических процессов питания, рост и размножения. И вот для того, чтобы такое большое количество функций, каждая из наших клеточек выполнила, они, соответственно, должны получить те вещества, о которых мы уже сказали. Это питание клетки. Питание клетки может быть различным. Его можно назвать процессом захвата, то есть помещение внутрь клетки, интернализация из внешней среды тех веществ, которые клетке нужны. И здесь надо понимать, что наши клетки находятся в определенном матриксе вне клеточной, в котором и находятся вот эти пищевые вещества, которые нужны для нашей клетки, питательные вещества. Иногда это более простые молекулы, иногда это более сложные молекулы. В том числе к матриксу, который поддерживают наши клетки, относится, допустим, наша плазма крови или, допустим, лимфатическая жидкость. И в этом случае мы должны понимать, что клетки поступают в клетку, вещества необходимой клетки поступают в клетку. Здесь происходит их превращение определенным образом. И затем продукты жизнедеятельности должны быть выведены. Обратите, пожалуйста, внимание, мы всегда обращаем внимание на то, что у нас в клетку входят вещества как органические, так и неорганические. Что касается превращения веществ в клетки, то здесь надо сказать о том, что самое главное – это обмен энергии. Потому что, получив необходимые вещества, клетка вырабатывает необходимую энергию, но в каждом виде клеток, то есть в каждом виде тканей, использование энергии будет различное. Допустим, нервная система – это проведение нервного импульса. Мышечная система – это сокращение, ну, допустим, мышца сердца, да, своевременное сокращение и так далее. То есть процесс питания клетки абсолютно полностью поддерживает ту функцию, которую клетка должна выполнить. Если процесс питания каким-то образом нарушается, то, соответственно, предполагая, что функция клетки будет выполнена, невозможно. Еще раз подчеркиваю, что именно введение необходимых полезных веществ и обеспечивает нашу жизнедеятельность. Потому что, с одной стороны, надо запомнить, что все необходимые вещества должны быть введены в организм ежедневно. И для того, чтобы мы могли это обеспечить, мы должны обеспечить необходимый качественный и количественный состав пищи. С другой стороны, мы должны понимать, что именно от нашего питания зависит не только питание, но и продукты, которые мы получаем, состояние нашего здоровья, наш внешний вид и наша активность. С одной стороны, с другой стороны, если с питанием мы не получаем все необходимые вещества и какая-то из клеток организма попадает в ситуацию дефицита, здесь начинаются проблемы. Проблемы, связанные с здоровьем, это начало каких-либо болезней. И, соответственно, болезнь первой клеточки приводит к тому, что развиваются патологические изменения ткани органа и затем страдает вся система. Страдает система, соответственно, не выполняет свою функцию и страдает весь организм. Позвольте напомнить слова великого ученого доктора Уолока, который сказал, Каждое животное, человек, умершее естественной смертью, умирает от неполноценного питания, то есть от дефицита каких-либо питательных веществ. А в целом, если обратить внимание на качество питания, то наш генетический потенциал составляет 120-140 лет. То есть, с одной стороны, качество нашей пищи – это качество питания каждой нашей клетки. Качество питания каждой нашей клетки – это состояние всего организма в целом. С другой стороны, обратите, пожалуйста, внимание на то, что именно с пищей, водой и воздухом мы получаем 70% поражающих организм-факторов. То есть, наше питание – это не только обеспечение нас всеми необходимыми для жизнедеятельности клетки веществами, но, с другой стороны, с нашим питанием, с продуктами нашего питания в нас могут попасть те вещества, которые резко нарушают нашу жизнедеятельность. Вот на слайде у нас приедены две клетки – обычная клетка и раковая клетка. Раковая клетка – это состояние патологическое, когда жизнь клетки изменена настолько, что она уже не только не работает в нужном режиме, но и обычно она отражается на состоянии близлежащих клеток. Клетки тесно связаны между собой. И вот именно состояние опухоли или онкологического процесса опасно тем, что он начинает распространяться, расползаться на близлежащие клетки. Для того, чтобы не было распространения болезнетворных процессов, конечно же, надо обратить внимание на то, чтобы мы могли поддержать наш организм. И два момента, на которые сейчас мы обращаем внимание – это полноценное питание, то есть ежедневное введение в наш организм необходимых аминокислот, минералов, витаминов, ферментов и полиненасыщенных жирных кислот, которые позволяют нам чувствовать себя защищенными и накормленными правильно. Если вы думаете, что здоровье и питание – это дорого, улыбнитесь, пожалуйста, со мной, я не вникаю особо в наши материальные вопросы, но вы забыли почитать стоимость ваших болезней. Я не заглядываю ни в чей кошелек, хочу сказать о том, что болеть – это непросто, страшно в плане возможных результатов по здоровью, поскольку, допустим, у меня, среди моих знакомых в результате этой сложной ситуации с коронавирусом, часть людей, к сожалению, разного возраста, в том числе очень молодые, в районе 30 лет, они уже ушли. Но это летальный исход, это самая печальная ситуация, но если просто мы попадаем в ситуацию болезни какой-либо, то, конечно же, мы не только не можем выполнять свои желания в плане обычной работы, мы будем вынуждены лечиться. И, конечно же, это будет непросто с разных сторон, поэтому наша задача – каждый день подумать о том, что бы мы хотели. Не мы хотели, как человек, как я, допустим, человек, который любит, допустим, определенную пищу, а что надо конкретно моим клеткам. Мы кушаем не для того, чтобы получить удовольствие от пищи, это дополнительный плюс, если удается его получить, но самое главное – каждая клеточка нашего организма входит в 30 триллионов. Она должна получить все необходимые для нее вещества – белки, жиры, углеводы, витамины, макроэлементы, все аминокислоты и так далее. И вот именно от качества нашей пищи зависит очень много. С другой стороны, конечно же, мы понимаем о том, что сейчас мы живем в 2020 год, минус 100 лет – 1920 год, минус еще 100 лет – 1820 год, часть продуктов были те же самые. Те же яблоки, те же помидоры, тот же бурячок. Но качество этих продуктов, оно отличается в эти три временных промежутка, которые мы с вами назвали. Потому что, к сожалению, качество обработки нашей почвы, оно изменилось. Почва уже истощена. Наличие необходимых микро-макроэлементов, которые нужны нам, которые мы должны получить из пищи, оно в нашей почве, оно снижается. С одной стороны. С другой стороны, используются новые агротехнологии, которые приводят к тому, что в нашу пищу, которую мы используем, попадает много ненужных для нас веществ, балластных веществ. Веществ, которые наша клетка, получив, должна будет дополнительно отратить силы и выводить. То есть это те же нитраты, нитриты и так далее. Поэтому наша главная задача – в течение суток ввести все необходимое для жизни наших 30 триллионов клеток. Как доказывает наша наука? Для того, чтобы все необходимое для наших клеток ввести в современных условиях, надо съесть 50 килограммов полезных веществ в течение дня. Конечно же, это невозможно. Мы имеем определенный рацион питания, к которому мы, в принципе, привыкли. Мы знаем, что у нас есть баланс жиров, белков и углеводов. Но мы должны четко понимать, что по содержанию витаминов, макроэлементов и микроэлементов наш рацион недостаточно. Поэтому каждый день мы должны выбрать систему, с помощью которой мы эти необходимые для нашей жизни, жизнедеятельности вещества будем вводить в наш организм. То есть первое правило – каждая наша кветочка в течение дня должна получить необходимые вещества. Второе правило – эти продукты питания, эти продукты должны быть введены максимально с нашими продуктами питания. Поэтому мы уделяем внимание на качество наших продуктов. По возможности это органические продукты, по возможности с минимальным использованием повреждающих вредных веществ. Но при этом даже максимально рациональный рацион питания, он не позволяет ввести все необходимые вещества. Итак, что надо делать в этом случае? Поскольку питание нашего организма, каждая наша клеточка находится только в наших руках, то мы должны понимать, что к обычному рациону, который мы используем, надо добавлять какие-то обязательные элементы питания. Обязательные элементы питания каждый день. Они есть различные, разные системы, которые позволяют нам ввести необходимые вещества. Во всем мире признано несколько различных систем правильного или рационального питания. Мы предлагаем обратить внимание на продукцию компании APL, которая в качестве этих основополагающих дополнительных элементов питания или функционального питания использует в основном растительные компоненты. Главная задача в этом случае следующая. Не просто ввести в организм необходимые растительные элементы, но ввести именно те растительные элементы, которые будут, во-первых, нам подходить и не будут вызывать у нас токсических эффектов. И с другой стороны, которые будут сочетаться друг с другом. Потому что даже если взять две растительных смеси, два растительных компонента, они могут помогать друг другу или не мешать друг другу или действовать противоположно друг другу. Поэтому в ситуации, если мы выбираем дополнительным питанием именно растительные компоненты, мы должны быть четко уверены, что они правильно сочетаются друг с другом. Следующий момент. Нам необходимо, чтобы эти растительные элементы до нас дошли именно в том натуральном виде, в котором они есть в растении. Потому что в ситуации, если с людьми происходит какая-либо обработка, их ценность для нашего организма сразу же меняется. Меняется, то есть часть этой ценности будет утеряна. Итак, наша задача витамины, макро-микроэлементы и определенные активные вещества растений ввести в наш организм каждый день. Для этого мы выбираем использование наших продуктов, которые производятся только с определенной абсолютно новой, то есть инновационной технологией. Технология называется Community Safe. Разработка этой технологии заняла много лет, даже десятилетия. У группы ученых, которые старались найти возможность донести растительные элементы в естественном виде до каждой клеточки организма. Для того, чтобы решить эту сложную задачу, они предложили новую формулу, которой ранее не было, которую они сами опробовали и посчитали наиболее эффективной, в основе которой находится антиоксидант Канзин-Кю-10. Вместе с определенными витаминными веществами, с антиоксидантными свойствами, которые позволяют ввести определенные вещества растительной природы. Для того, чтобы это было удобно для организма, удобно для каждого из нас, удобно для взрослого, удобно для ребенка, удобно для человека, который болеет, ему просто неприятно что-либо вводить в свой организм. Для этого предлагается определенная форма, это леденец. Леденец или драже, который имеет приятный вкус, с одной стороны, с другой стороны, он будет укладываться под язык, что с одной стороны очень удобно, с другой стороны не раздражает, с третьей стороны, это можно сделать даже в ситуации, когда человек категорически отказывается принимать какие-либо средства помощи для его здоровья. Я улыбаюсь, конечно, то есть это, допустим, традиционные таблетки, которые ребенок даже не всегда может проглотить, да, или капсулу, например. Итак, мы говорим о том, что растительные компоненты, которые необходимы для клеточки нашего организма каждый день, мы предполагаем вводить с помощью наших леденцов. Как это удалось сделать? Для того, чтобы получить необходимые растительные элементы, пришлось использовать сложную технологию обработки растительного сырья, при которых идет определенное давление, активное перемешивание потока воздуха для того, чтобы перемешивать это сырье, и определенное импульсное давление с определенным зарядом, потому что мембрана растения очень плотная, и получить необходимые нам растительные элементы, которые недостаточны в нашем организме, которые нам надо вести в естественном виде, возможно только с помощью этой сложной технологии. В этом случае мы не только получаем именно необходимые нам элементы, без балластных веществ, потому что мы помним, что в клетку надо ввести только то, что им надо, и ничего лишнего. Мы не только получаем максимально необходимые вещества, более 90%, но при этом они сохраняются в том естественном, натуральном виде, который и нужен для клеточек нашего организма. При этом они обрабатываются с помощью определенного нано-контейнера и образуется размерность 1 миллиардная метра. Это важно для того, чтобы клеточка пустила эти относительно мелкие молекулы в себя, не напрягаясь, не утративая на это дополнительную энергию. При этом мы придаем отрицательный заряд нашим растителям, биокомпонентам. Почему отрицательный заряд? Потому что в ситуации, когда в организме есть проблема какая-то, дефицит определенных в процессе питания клеток, который в дальнейшем может перейти в патологический процесс, допустим, в болезнь. В этом случае заряд клетки меняется на положительный. Это известно, это научные данные. Соответственно, придавая отрицательный заряд нашим биоэлементам, мы их прямо направляем в то место, которое нуждается в нашей поддержке в первую очередь. Потому что все остальные клеточки точно так же получат эти растительные элементы. Мы с вами договорились, что каждая клеточка получает необходимое ей количество растительных, абсолютно важных для ее жизнедеятельности элементов. То есть первое, мы их направили абсолютно четко в место повреждения. И в следующий момент, именно в месте повреждения питание клетки всегда нарушается. Клетка не может в обычном режиме пропускать необходимые вещества. И именно наличие у наших растительных элементов отрицательного заряда позволяет улучшить питание именно в этом месте повреждения. При этом, для того, чтобы донести информацию растения в том виде, в котором она была натуральная, мы укладываем наши элементы на структуру сахарного носителя, на кристалл сахарного носителя. В этом случае мы четко знаем, что мы смогли сохранить силу растения. Обращаю ваше внимание на то, что в том числе сама основа в виде паток или сахара, она является быстрой и полноценной энергией. Мы говорим о питании клетки, в том числе здесь будет помогать сама основа наших дрожжей. Количество сахара здесь абсолютно вписывается в рекомендованные Всемирные организации здравоохранения нормы. Поэтому даже при наличии каких-либо проблем с уровнем сахара крови, когда он повышен, применение наших дрожжей не может ни в коем случае отразиться отрицательно. Мы уже сказали, что способ применения под язык, сублингвально под язык, близко расположены кровеносные сосуды, моментальное всасывание необходимых нам растительных элементов. Они попадают в кровь и быстро доносятся именно до каждой клеточки. Но в первую очередь идет активное заполнение тех клеточек, которые находятся сейчас в состоянии проблемы, возможно, начала болезни. При этом мы помним, что с одной стороны мы должны обеспечить питание, с другой стороны мы должны обеспечить вывод тех веществ, которые образовались в процессе жизнедеятельности. То есть почистить каждую клеточку. Для того, чтобы правильно провести процесс чистки, мы знаем, нужно обязательно определенное количество чистой воды. Чистой воды, не сока, не чая, а именно обычной питьевой воды хорошего качества. Поэтому мы всегда напоминаем, что каждому нашему дрожжу мы добавляем один стакан чистой питьевой воды. Следующий момент. Процессы применения наших растительных элементов в качестве дополнительного питания или функционального питания, они, конечно же, находятся под определенным контролем, под неусыпным контролем всех наших производителей. Потому что, с одной стороны, это процесс эффективности. Мы уже сказали, что это сочетание разных растительных элементов. С другой стороны, это вопросы безопасности. Разные возрасты, дети, взрослые, пожилые наши партнеры, которые будут применять. Или, допустим, люди, у которых есть какие-либо проблемы, могут они себе позволить применить наши эти компоненты или нет. Для этого у нас проведена вся необходимая сертификация. Это все подтверждено. Пожалуйста, в любой из наших питанских продуктов вы поднимаете сертификат и смотрите. Кстати, в одной из наших следующих встреч мы расскажем конкретно о том, чем нам помогает конкретно наш сертификат. Но самое главное, они помогают нам понять, что применение нашего питания с помощью нашей продукции ВИЛ, оно не может вызвать ни побочных действий, ни привыкания, ни накапливания этих элементов в организме. Для того, чтобы мы были абсолютно безопасны, чтобы мы ввели правильные растительные компоненты, мы должны знать, что все начинается с растительного сырья. Для того, чтобы оно было безопасно, для того, чтобы содержание необходимых веществ было именно то, которое нужно для нашего организма, потому что мы же понимаем, что, допустим, яблоки выращены в разных климатических зонах при разных условиях произрастания, они будут иметь разное количество необходимых для нас полезных элементов. Для того, чтобы быть уверенным в том, что мы получаем именно то количество элементов растительных, которые нам нужны для нашего организма, мы пользуемся только растительным все время от нашего надежного поставщика барах. В основном это растения израильские, но не только. У нас 15 видов продукции, и каждый состав, он дополнительно обеспечивает воздействие на определенные какие-то конкретные пожелания нашего организма. Возможно, есть какие-то изменения, возможно, есть какие-то дополнительные плюсы, которые хотелось бы получить. В этом случае состав растительных элементов, он будет отличаться. Именно подбором соответствующих растительных элементов, которые сочетаются друг с другом, не только сочетаются, но и действуют друг с другом, потенцируют их. Занимаются наши специалисты, лучшие специалисты в сфере здорового питания. И именно ими подобраны уникальные составы наших 15 продуктов. И следующий момент. Как долго надо принимать наши продукты? С одной стороны, мы с вами сказали, что обновление клеточек требует определенного времени. Минимальный срок, за который обновление наших клеток вышло на какой-то определенный уровень, это 3 месяца. Поэтому мы всегда говорим, что минимальный срок приема наших продуктов, дополнительного питания, нашей продукции ЭПЛ, это 3 месяца. За это время мы не только поддержали жизнедеятельность тех клеточек, которые есть сейчас в организме, которые, возможно, где-то немножечко недополучили какие-то необходимые вещества. Но мы помогли им восстановиться в ситуациях, где были какие-либо дефициты. И следующая клеточка, которая будет из этой материнской клеточки выделяться, она будет уже того качества, которое нам именно и нужно. Поэтому каждый следующий состав клеток, он будет лучшего и лучшего качества в случае, если мы постоянно применяем продукцию, о которой мы сейчас говорим. Итак, каждая наша дрожжица держит малое количество, но именно то количество растительных компонентов, которые необходимы для того, чтобы наш организм, каждая наша клеточка получила именно те вещества, которые чаще всего при обычном питании она недополучает. А в том числе это будет энергия, информация и целительное вещество. Итак, 3 месяца – это минимальная срока, о которой мы сказали. В ряде ситуаций минимальная срока будет 6 месяцев, ну и так далее. Количество дрожжей, которые надо использовать в течение дня, оно отличается от 1 до 6, 9. Иногда даже больше в сложных ситуациях, когда есть какой-то патологический процесс, и для того, чтобы помочь организму встать на активную борьбу с какой-либо проблемой, мы, конечно же, даем несколько больше, большее количество наших дрожжей, для того, чтобы количество растительных элементов в целом было чуть побольше, и активировать процессы восстановления организма. Еще раз позвольте напомнить, мы не лечим, мы просто помогаем организму влачить все, что ему нужно. Организм мудрый, организм знает, что надо делать. Дать ему все, что надо, обеспечивая всем необходимым, и он сделает все остальное сам. Итак, наша технология Камулитисей позволяет не только получить из растений все необходимые для нашего организма в данной ситуации конкретные растительные элементы, максимально полно, более 90%, в натуральном виде, который нам нужен, но при этом они обрабатываются нано-контейнером, придается отрицательный заряд. При этом мы четко знаем, что они поступают именно в клетку, что доказано многими нашими исследованиями, потому что клетка ждет, клетка уже рассчитывает на то, что будут введены эти вещества. Вы помните, что у клеток есть клеточная память, и они четко привыкают к тому, что вводятся правильные элементы. При этом мы получаем очень быстрый эффект, снова же разные возрастные группы, приятный вкус. И что надо выбрать? Я просто коротко напомню, у нас 15 видов продукта, мы об этом говорили, я просто коротко напомню о том, что как в клетке все начинается с ядра, который является центром, который выдает команду каждому элементу, что делать, когда делать и как правильно друг за другом включаться и друг другу помогать. Для этого у нас есть нервная система, центральная, периферическая, которая отвечает за то, чтобы мы в течение дня работали активно, а в течение ночи мы правильно отдыхали. И продукты, которые мы здесь рекомендуем, это продукт Релакс, который является, возможно, базовым продуктом для большинства из нас, потому что ситуация стресса ни от кого еще, к сожалению, не ушла далеко. В этом случае мы уходим от стресса, мы уходим от чрезмерной нагрузки на центральную нервную систему, и, соответственно, нервная система получает возможность работать в нужном режиме. Продукт Брэйн позволяет в том числе активизироваться, сконцентрироваться, помогает улучшить наши процессы памяти, быстрой обработки информации, он помогает нам выдать именно то решение, которое нас выделит из всех окружающих, и, соответственно, мы этому порадуемся. Плюс очень важно нормализуется наше эмоциональное состояние. И GTS – наша формула, которая позволяет улучшить обработку всей поступающей энергии в клетку с тем, чтобы на выходе уровень общей энергетики был именно тот, который нужен, то есть высокий. Следующая система, которую мы поддерживаем с помощью наших продуктов, это иммунная система, особенно осень. Сейчас традиционно, как всегда, повышается уровень заболеваний. В том числе это респираторные заболевания. Мы вдыхаем холодный воздух с большим количеством возбудителей, и, соответственно, надо поддержать нашу защитную систему. Для этого у нас есть ряд продуктов. Это продукт Аль, который традиционно мы используем для борьбы с проблемами аллергии, различными проявлениями аллергии. Но в то же время мы помним, что он именно поддерживает работу иммунной системы. Продукт ГРО обеспечивает не только витамины, но и полный антиоксидантный состав, который помогает нам быстро восстановить наши силы, который позволяет нашей иммунной системе поставить четкий заслон, четкую защиту, для того, чтобы никакие возбудители, которые сейчас пугают весь мир, нас ни в коем случае не выбили из обычного ритма. И здесь же мы добавляем продукт ЖКС для того, чтобы получить полную насыщенность энергии. Что касается гормонов, которые являются принципиально важными, то здесь у нас есть формула женского баланса, мужского баланса, которые нормализуют не только работу репродуктивной системы. В первую очередь они придают цвет и активность нашим сексуальным удовольствиям. Не забывайте о том, что наш организм нуждается в удовольствии каждый день. Поэтому в ситуации, если что-то не получается, есть какие-то дисбалансы. Вот у нас есть две формулы, которые прекрасно помогают. При этом они помогают решить в отношении женщин вопросы, допустим, подготовки к климаксу или вопросы болезненных, допустим, циклов и так далее. Что касается мужчин, мужская формула дополнительно помогает активно очистить мочевыводящие пути. Поэтому ее мы рекомендуем в том числе женщины пытаться, когда есть, допустим, песочек или камешки. И наш продукт норм позволяет нормализовать работу всех эндокринных органов, которые в целом отвечают за нормализацию уровня сахара в крови. Особенно это важно для наших партнеров, у которых есть сахарный 9 или первого, или второго типа. Если мы говорим о сердечно-сунистой системе, то, конечно же, здесь мы говорим о том, что ни один взрослый человек не может до конца быть уверен в том, что у него сердечно-сунистые проблемы никогда не возникли. Это, конечно же, я улыбаюсь, потому что от инфаркта и инсульта не застрахован никто. Давайте помогать сами себе. Помните, здоровье утопающих, в руках самих утопающих. Я улыбаюсь, но у нас есть продукт ХАРК, который отвечает за то, чтобы нормализовать работу сердечной мышцы, сокращение, то есть именно выброс, необходимый выброс крови в систему сосудов. Затем нам нужно поддержать непосредственно качество наших сосудов, внутреннюю стеночку, для того, чтобы не было тромок, для того, чтобы пульсовая волна проходила так, как надо, для того, чтобы нормализовалось артериальное давление, повышенное, допустим, снизить и так далее. И для того, чтобы нормализовать качество крови, потому что склонность тромбоза, в том числе при приеме нашего продукта, будет уходить. Продукт 100 помогает уйти от болевых ощущений, в том числе связанных с сердечным мышцем, и продукт бьюти позволяет нормализовать все наши системы и получить результат в виде чудесного вида. Пищеварительная система принципиально важна, потому что нужно, чтобы все продукты питания, которые мы договорились качественные, количественно правильно подобраны, мы употребили, и они остались в пользу нам. То есть процессы их всасывания произошли максимально полно. Для этого каждый отдел должен работать хорошо. Мы начинаем с желудка. Если есть проблемы желудка, в этом случае помогает наш продукт АИС. Проблемы желудка могут по-разному поравляться. Там могут быть боли, какие-то пекущие, или жопа, или тошнота, или вздутие, или просто неприятное ощущение какой-то тяжести и так далее. Если мы говорим о нашей печени, как основном фиде нашего организма и органе, который выполняет много дополнительных функций, синтез важных веществ, детоксикация, то в этом случае для его поддержания у нас есть продукт ХЕПЕР, который именно сейчас осенью есть смысл вспомнить и начать принимать, потому что усиливается нагрузка на печень, потому что с одной стороны повинялись климатические условия, с другой стороны, вы помните, повысилась бактериальная нагрузка, и снова же печень будет принимать в этом участие. И у нас есть продукт МЭЛС, который отвечает за нашу свободу от возбудителей. Это паразиты, это вирусы, это бактерии, но самое главное – это избавление от паразитов в нашей кишечной системе. Снова же 90 дней минимальный срок приема нашего продукта, в этом случае 250-280 видов паразитов нас покидают, естественным образом, в том числе выводятся продукты жизнедеятельности, опорно-двигательная система. У нас есть продукт СЛАЙД, который обеспечивает нормализацию работы суставов, это уход от боли, это уход от артритов, от артрозов, это нормализация работы связочек, мышц в том числе, это синтез коллагена, который будет активирован, и это поможет и качеству наших сосудов, и состоянию кожи, волос и ногтей. Снова же продукт СТОП в ситуации, если есть какие-либо боли. Дополнительный плюс нашего продукта СТОП в том, что улучшает микроциркуляцию всех абсолютно систем, особенно в том месте, где есть проблема, допустим, проблема суставов. И в этом случае главные элементы, о которых мы все время говорим по уходу к своему, по уходу за нашим организмом, по уважению к нашему здоровью, это очищение, это питание, это защита, это восстановление. Все наши 15 продуктов планово помогают нам в этом случае двигаться. Единственное, что их 15, надо четко понять, что надо, а что может быть надо сделать в следующем месяце. Я улыбаюсь, потому что часть наших партнеров, они с удовольствием используют практически все наши продукты одновременно. Но в ситуации, если, допустим, организм требует усиленного внимания. Снова же, мы можем заботиться о своем здоровье быстро, удобно, с эффектом, эффективно со вкусом наших дрожжей, которые имеют все абсолютно разный, неповторимый вкус, естественных фруктов. Но при этом мы знаем, что только от нас зависит, мы будем заниматься нашим здоровьем или не будем. Мы будем помогать каждой клеточке нашего организма или не будем. Еще раз позвольте напомнить, что именно в этом мгновении идет наша жизнь. Завтра будет следующий день, завтра нельзя сделать то, что можно сделать сегодня. И позвольте коротко напомнить. Каждая клеточка нашего организма – это основа нашего здоровья. Каждая клеточка. Каждая клеточка нашего организма требует введения многих полезных, многих необходимых веществ, в том числе химических элементов. Особый дефицит чаще всего возникает по введению в наш организм витаминов, макроэлементов и микроэлементов. Именно эти вещества мы предлагаем вводить с помощью нашей продукции ИПР. Поэтому только вы решаете, что будет с вашим здоровьем завтра. А еще более правильно сказать, что будет с вашим здоровьем через 3 месяца. Потому что мы договорились, что минимальный курс приема наших продуктов в 3 месяца. Последнее, о чем позвольте я напомню, это использование воды в обязательном порядке, необходимого количества, которое мы назвали. И в конце приема нашей продукции мы просто рекомендуем сполоснуть в ротовой полос, потому что стоматологи сейчас настолько заняты, что давайте не будем беспокоить их дополнительно. Вы, уважаемые партнеры, давайте любить себя, давайте любить тех, кто рядом с нами и рассказывать им тоже эту информацию. Потому что мне всем повезло иметь прямой доступ к нашей продукции. Поэтому любите себя, любите своих близких, давайте беречь друг друга, давайте использовать нашу продукцию и делиться нашими результатами. Поэтому всего доброго, всего хорошего и не забывайте, вирусы боятся в наших улыбах. Улыбайтесь и все будет хорошо. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok